добрый день всем здравствуйте стиралка в таком необычном ракурсе сейчас объясню покажу поймете очень часто после роликов про стиральные машины задают вопрос а почему иногда машинка начинает прыгать бить в общем там и буянить да внутри то есть во время ее работы возникают страшные биения стуки грюки что с этим можно делать ну перед тем как понять что надо делать да надо понять причину почему это происходит сейчас покажу одна из причин вот ее прямо сейчас видно неадекватного поведения это просто-напросто машинка уже старая и больше 10 лет она простояла в одном месте и очень долго радовала хозяев своей работой но какой-то момент во время отжима или стирки начало все бегать прыгать и сигать а произошло вот что вот смотрите вот есть бак стиральной машины к нему же прикреплен амортизатор 1 2 ну фактически он висит сам на пружинах здесь как бы стоит и опирается на амортизатор так вот один амортизатор видите закреплен кузова это корпус у машинки и соответственно гасит все эти колебания а второй амортизатор вот он воздухе повис вот видите была стенка ее нету она сгнила соответственно амортизатор оторвался и пошел барабанку убасить во время отжима и даже во время стирки не на что опираться ему но здесь еще и другая причина если обратить внимание вот нам сам амортизатор он вот буквально вот болтается вот руку от это от одного пальчика да даже вот так вот он уже вот вот весь он болтается и соответственно тут нижний тоже тоже уже болтается то есть амортизатор они работают просто какие-то телескопические телескопические тяги да ну которые ничего не гасят и все нормально амортизатор должен работать вот так вот есть несколько барабанов и них есть несколько амортизаторов вот берем машинку вот он амортизатор если мы возьмем ну там квадратный тут круглый это не принципиально разная фирма изгаляются по-своему принципе даже можно заменить между собой подобрать длину и ставим круглый вместо тех квадратных ну или наоборот кому что удается найти значит смотрите вот если я возьму сейчас его просто вот за вот этот вот ну как не знаю гнездо шток и так далее даже попробую приподнять видите все это очень и очень плотненько идет сейчас я попробую на штатив поставить ну возьмем другой барабан перевернули вот смотрите вот я его подымаю за как бы тут показать вот так да наверно вот прямо на амортизаторы их беру они видите даже не выходят они очень жесткие вот он потихоньку потихоньку вылазит и соответственно чтобы его загнать надо приложить немало усилия туда буквально вдавить и вытаскивать его уже надо то есть очень плотно у него здесь аманжетики они типа из фетры сделаны и пропитаны каким-то смазкой но не литол ни в коем случае не литол что-то липкое противное что приклеивается и вот гасит гасит прилипает колебания вот эти вот вот это рабочий амортизатор вот его задавливать силой приходится их вытаскивать вот эти амортизаторы дадут будут гасить колебания и будут успокаивать бак чтоб он не мотылялся и будет все хорошо ну и соответственно вот такие амортизаторы они уже ничего гасить не будут тем более если у них выгнило крепление да поэтому если вы смотрите что вас ваша старая машинка начала прыгать сигать особенно при отжиме или даже во время стирки просто-напросто что делаем правильно завалим ее вот так вот на бок ну или можно под 45 градусов да кто-то натурил и загляните вовнутрь они сделали просто за 10 лет машинка ваш и поэтому ее начала уже колбасить или просто уже амортизатор вот там вот все высохло и развалилась но такой корот ну вот ребят коротенький ролик почему прыгает стиральная машинка почему бьет у нее внутри барабан сами понимаете это все сгнило никакое выставление по уровню и всякие остальные балансировки вам уже не помогут у вас просто сгнила машинка или сношен амортизатор да ребята и маленький по скриптам пружины то есть те пружины на которых висит сам бак они вот там 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 глубине стоят и висит вернее на них бак бывает что это пружина обрывается или сама ломается что очень редко а чаще другая проблема сейчас покажу ну вот для образа несколько разных баков это разные стиральной машинки 8 килограмм 6 килограммов счетом в общем разные но принцип один и тоже все баки висят в корпусе стиральной машинки вот на вот таких ушках вот они здесь и вот висят здесь и вот они здесь и висит вот вот они видите ну что происходит вот давайте на примере вот эта штука я покажу они должны быть строго кругленькие отверстия красивые вы видите его начала уже разбивать вставляем пружину она висит всем своим весом и работает трется и соответственно вот тут вот разбивается вот какой-то домашний умеется даже бетолом это все смазала ну наверно чтоб не скрипела смысла в этом нет в этой смазки ну намазали а вообще завод без всякой смазки ставят часто ушки делают вот такие вытянутые специально вот одна машинка видите вот ушки вот конструкция другая машинка ушки но уже видите вот износ видно черный след то есть там где стоит пружина вот так и она трет 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 так вот бывает машинка столько лет работает много что вот это ушко протирается и просто вываливается ну то есть пружина выскочила но раз пружинка выскочила то что естественно бак падает облокачиваться туда на корпус ремень излететь не может потому что мотор крепится прям к самому баку от крепления тут для мотора вот крепление для мотора то есть ремень остается натянутой машинка крутится но она уже упала и привалилась то есть она вот упала да вот как сейчас видите она вот упала и привалилась к стенке стиральной машинке и естественно гремит стучит но чтоб глянуть целые пружины или эти ушки это уже проблематично для этого надо будет снимать верхнюю крышку ну хотя при желании тоже можно крепление этих всех ушек примерно крышек примерно одинаково вот тут вот снизу есть болтик один и с той стороны второй если их открутить мы открутили болтики то эта крышка просто так сдвигается и вы видите вот эти вот как раз пружинки и можно увидеть ушки на баке целы они или нет то есть вот то есть у нас вот буквально три причины почему бьет гремит скачет прыгает стиральная машинка оборванная пружина оборванные или уже изношенные амортизаторы оборванные опять же ушки на самом баке или крепление там но на самом корпусе машинки все вот этих три причины смотрите и скорее всего это надо 90 процентов того что вы обнаружите своих неисправных и теперь совсем на паскриптум скажем так на пасашок задают иногда вопрос как поменять вот эту манжету не знаю почему у ребят возникает это 6 рук сложность менять надо 6 рук вот раз два 885 этой рукой я держу камеру вот манжета бывалось порвалась а или сносилась или проткнулась какой-нибудь пружиной косточкой от бюстгалтера и то есть начинает течь протекать надо их менять и вот поэтому значит что берем крестовую отвертку а еще лучше шуруповерт находим вот такой болтик не стесняйся безбожно все расковырим если порвел манжет не страшно мы его все равно выкидываем сколько вот и тогда настолько сильно закисает от этих стиральных порошков от всего внутри видите оторвать пальцы все заливать все заливаем потом кровью вверху надо потоньше да то есть можно это что сделать взять горелочку и спалить эту резину просто нафиг или запрызать выдвижку она раскисает и снимается или ковыряем используя пальцы до крови и она потом легко так отковыривается видео то есть работа кропотливая и кровопролитная то есть сняли пружинку и теперь снимаем прикипевшую манжету надо чтоб воздух там попал здесь и завакууме видите тут иногда внутри появляется грязь вот эта грязь очень легко ощущается вот щеткой к рационе ну вот принципе все если какая-то пыль грязь попала туда в барабан не страшно она вымоется белье у нас внутри оно чистое а это все вымывается и потом вот через вот такую толстяду канализационную трубу все вылетает так что если туда грязь попала не страшно так ставим на место на всех баках есть вот такая вот ключик стрелочка ну какой-то значок и на резинке навстречу тоже вот есть вот такой ключик стрелочки эти треугольнички одеваем можно это сделать на мыльный порошок там на стиральный на какой-нибудь шампунь для волос педи гриппал что-нибудь такое она будет более скользкой будет легче одеваться ну здесь парни уже ребята тренированные уж какую-нибудь резинку да какой-нибудь очко натянут и без маски страшного ничего нету просто вот есть сложность вот этот буртик надо одеть вот эту резиночку она с двойным заворотом и вот так вот натягивая растягивая опять же видят раз два три четыре руки как минимум многие специалисты скажут что они делают это в одно лицо и всего-навсего одной левой рукой потому что правые в этом момент курят или закусывают бутербродом ребята я вам ставлю огромный вал лайк за ваш профессионализм у нас таких бассеров нету поэтому делаем четыре руки в четыре глаза все глаза в очках вооруженные контроль сто процентов должен быть болтик длинный затянутый манжетик весел вот то есть все крепко все хорошо дырок не наковыряли манжета новая манжеты покупаются через интернет и есть куча баз если кому надо гуглите я надеюсь я в яндексе вас еще никто не забанил можно поискать запчасти для стиральных манжет манжета и вам выдаст десятки ссылок где можно это приобрести выбирайте ближайший магазин списывайте с ним заказывайте все манжета заменена все красиво все четко ну сейчас покажу еще как опрессовывать надо обязательно проверить опрессовать ее потому что много отверстий в стиральной машинке если резинка будет вот тут не плотно прижата будет течь для этого делаем опрессовку сейчас покажу что есть маленькая трубочка как проверить их баку шов на герметичность будет протекать не будет держи нужно думать сейчас сейчас покажу смотрите значит делаем как тут есть большое отверстие вот это заткнуть вот так вот этим дуны а там будет вот надувается видите постепенно а шов держит так что все нормально нормально держит шоу все на этом все всем до свидания и пока и и и и и и и и и